В Излучинске губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с семьями участников специальной военной операции. Здесь матери, жены и дети военнослужащих помогают своим родным, которые находятся на передовой. Взрослые плетут маскировочные сети и браслеты выживания, а дети пишут письма бойцам, куда вкладывают собственные рисунки. Также льют окопные свечи, собирают посылки и отправляют в новые регионы гуманитарную помощь. Все они стали участниками проекта «Своих не бросаем». Социальное сопровождение семьи обеспечивают местные власти и правительство Югры. Мы оказываем помощь как в оформлении мер социальной поддержки, так и в прохождении социальной реабилитации. Есть такая возможность как в Нижневартовске, так и в городе Сургуте. Есть центры. Курс реабилитации 21 день. Выявляем потребности в семьях при составлении социального паспорта семьи военнослужащего. Если выявляются проблемы, то решаем в рамках своей компетенции. Очередную партию гуманитарного груза отправили сегодня из Нижневартовска. В этот раз большую его часть составили адресные посылки от родных и близких бойцов. С 6 по 28 января удалось собрать 191 именную коробку. Сбор адресных посылок будет ежемесячным. Следующий продлится с 16 по 23 февраля включительно. Помимо адресной помощи отрабатывают и запросы от самих бойцов. Добровольцы гумкорпуса также находятся на связи с мобилизованными жителями города, с руководством Центрального военного округа и знают, что именно необходимо. Списки корректируются. Информация о них размещена в группе «Все для фронта, все для победы» в социальной сети ВКонтакте. Так в эту партию груза вошли также утеплители для блиндажей, изолон, пленки, бочки, медикаменты. Ребята очень нуждаются и ждут, естественно, любой помощи. Благодарны всему, что мы помогаем. Сейчас в основном большие запросы идут по строительным материалам. Гозди, лопаты, ломы, бензопилы. То есть ребята продвигаются, естественно, нужно окапываться. И им нужна большая поддержка. В Белом Яру дети забудут про вторую смену. Реализовать такой план поможет новая школа. Строительство уже ведется, готовность 23%. Объект посетила во время рабочего визита в Сургутский район депутат Госдумы Ольга Ануфриева. Сейчас идет установка сетей тепло- и водоснабжения и стен первого этажа. Площадь здания 24 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 1100 человек. Также в проекте 4 спортзала, бассейн и класс хореографии. В самом учреждении будут современные системы безопасности. Пропускной режим с использованием системы «Умный дом». То есть за одним пультом управления можно будет отрегулировать освещение, климат-контроль. Предусмотрены пожарные сигнализации системы автоматического пожаротушения. Строительство школы ведется в рамках национального проекта образования. По концессионному соглашению стоимость школы превышает 3 миллиарда рублей, где почти миллиард. Федеральные средства, миллиард 800 миллионов окружные и около полумиллиона муниципальные. У нас здесь учатся во вторую смену 660 человек, 24%. То есть это для одной смены получается? То есть если ведем школу полностью в односменную и даже запас останется. Югорские футболисты сыграют за сборную России. Сейчас национальная команда по мини-футболу находится в Нижнем Новгороде на сборах, где и сыграет два матча против сборной Узбекистана. В заявку вошли 16 футболистов, среди которых сургутянин Артем Ниязов. Он сейчас играет в испанском чемпионате за Эль-Посо. Также в заявку попали уроженец Белого Яра Артем Антошкин, выступающий в российском чемпионате за МФК Тюмень, и Александр Пирогов из Спытьяха, играющий за Газпром Югру. Получил вызов в национальную команду и экс-игров газовиков, а ныне футболист португальской Бенфики Иван Чешкало. Матчи со сборной Узбекистана состоятся 1 и 3 февраля.